Музыкант Расставаясь, они договорились о секретной переписке. И вот пришло письмо с обыкновенным текстом о музыке, о работе, о здоровье. Но был в нем и другой текст. Тайный. Важный для вас пакет спрятан в русском музее. Когда вы войдете в музей, вы будете в подвальном этаже. Поднимитесь на следующий, главный этаж. Остановитесь у широкой лестницы. Обратите внимание на скамейку, стоящую сзади вас, с правой стороны, около деревянной панели. Сядьте на эту скамейку. Сзади вас, с правой стороны, вы найдете пакетик, приклеенный магнетически к металлу радиатора. Достаньте его, когда вас никто не видит. Шли дни. Музыкант не приходил за посылкой. Надеялся, что все обойдется. Однако не обошлось. Его вызвали для беседы. И хотя речь шла о его неразборчивости в знакомствах, о беспорядочном образе жизни, от него ждали рассказа о письме, чистосердечного признания. Но он струсил и промолчал. В то время он не знал, что есть в Уголовном кодексе статья, по которой не подлежит уголовной ответственности гражданин СССР, завербованные для проведения вражеской деятельности против СССР, если он, во исполнение полученного задания, никаких действий не совершал и добровольно заявил органам власти о своей связи с иностранной разведкой. Музыкант действий не совершал. Посылка оставалась на месте. Но он и не шел с повинной. Тогда его вызвали вторично. Дальнейшее изопирательство было бессмысленным, и музыкант рассказал все. А что же было в контейнере? Какие подарки прислал музыканту его иностранный друг? Набор инструкций по шпионажу. Вот что он прислал. И средства для их тайной записи. Расплатой за льстивые слова об исключительности молодого музыканта должна была стать измена родине. Вы должны описывать состояние дорог и мостов. Фиксировать места скопления транспорта. Записывать номерные знаки автомобилей. Регистрировать колонны призывников. Места расположения автозаправочных станций и складов горюче-смазочных материалов. Используя эти таблицы, дайте детальное описание советской военной техники. Обмундирование и снаряжение различных родов войск. Так возникло уголовное дело туриста из ФРГ Антона Петровски по обвинению в шпионаже. А сам он вскоре предстал перед советским судом. Сейчас он плачет. А плакать надо было раньше, когда он сам стал шпионом, да еще пытался завербовать своего родного брата. В судебном заседании Франц Петраускас рассказал, как его брат, переехавший на постоянное жительство в ФРГ, был завербован западно-германской разведкой, снабдившей его деньгами для шпионажа и вербовки новых агентов. Военный трибунал приговорил Антона Петровски, бывшего гражданина СССР Антонаса Петраускаса к семи годам лишения свободы.